Поистине кто знает старейшее и наилучшее, тот бывает старейшим и наилучшим Поистине жизненное дыхание старейшее и наилучшее Поистине кто знает превосходнейшее, тот бывает превосходнейшим среди своих Поистине речь превосходнейшая Поистине кто знает твердое основание, тот имеет твердое основание в этом и в том мире Поистине глаз твердое основание Поистине, кто знает достижения, у того исполняются желания, божественные и человеческие Поистине, ухо достижения Поистине, кто знает место пребывания, тот бывает местопребыванием своих людей Поистине, разум местопребывания Все жизненные силы заспорили о том, кто из них лучше Я лучше, я лучше, говорила каждая И эти жизненные силы пришли к своему отцу Праджапати и сказали Почтены, кто из нас лучше? Он сказал им, тот из вас лучше, после ухода которого тело окажется словно наихудшим положении, тогда ушла речь и отсутствовав год, она пришла назад и сказала, как вы смогли жить без меня, они ответили, как живут немые не говорящие, но дышащие дыханием видящие глазом, слышащие ухом мыслящие разумом, так жили и мы и речь вошла в тело, тогда ушел глаз и отсутствовав год, он пришел назад и сказал, как вы смогли жить без меня, они ответили, как живут слепые, не видящие но дышащие дыханием, говорящие языком слышащие ухом, мыслящие разумом так жили и мы, и глаз вошел Тогда ушло ухо, и отсутствовав год, оно пришло назад и сказало, как вы смогли жить без меня? Они ответили, как живут глухие, не слышащие, но дыхание говорящие языком, видящие глаза, мыслящие разумом, так жили и мы. И ухо вошло в тело. Тогда ушел разум, и отсутствовав год, он пришел назад и сказал, как вы смогли жить без меня? Они ответили, как живут дети, лишенные разума, но дышащие дыханием, говорящие языком, видящие глазом, слышащие ухом, так жили и мы, и разум вошел в тело. Вслед за тем пожелала уйти дыхание. И подобно тому, как превосходный конь вырывает колышки, которым привязаны его ноги, так оно вырвало из тела другие жизненные силы. Они собрались вокруг него и сказали, почтенный, будь нашим господином, ты лучше из нас, не уходи. Тогда речь сказала ему, в чем я превосходнейшая? В том и ты превосходнейшая. Тогда глаз сказал ему, в чем я твердое основание? В том и ты твердое основание. Тогда ухо сказала ему, в чем я достижение, в том и ты достижение. Тогда разум сказал ему, в чем я место пребывания, в том и ты место пребывания. Поистине их не зовут ни речами, ни глазами, ни ушами, ни разумами. Их зовут дыханием, ибо все они дыхание. И оно сказало, что будет не пищей? Все, что есть здесь, вплоть до пищи собаки и птиц, сказали они. Поистине это пища дыхания. Поистине оно, его явное имя, поистине для знающего этого, нет ничего, что не было в пищи. И оно сказало, что будет не одежда. И вода, сказали они, поистине. Поэтому, когда хотят есть, что да и после пищи покрывают дыхание водой, так оно получает одежду и не остается обнаженным. И Сатьякама Джабала поведал об этом Гашрути в Ваяк-Храпаге и сказал, если произнести это даже перед засохшим стволом, то на нем вырастут ветви и распустятся листья. Если кто пожелает достичь величия, то пусть в день новолуния он совершит церемонию посвящения, и в ночь полнолуния размешав в кислом молоке и меде напиток из всех растений, произнесет старейшему благословение, наилучшему благословение, и совершив подношение учащенным маслом на огне, пусть льет остаток в смесь. Превосходнейшему благословение, говоря так, совершив подношение очищенным маслом на огне, пусть он льет остаток в смесь. Твердому основанию благословению, говоря так, совершив подношение очищенным маслом на огне, пусть он льет остаток в смесь. Достижение благословения, говорят так, совершив подношение очищенным маслом на огне, пусть он льет остаток в смесь Место пребывания благословения, говорят так, совершив подношение очищенным маслом на огне, пусть он льет остаток в смесь Затем отодвинувшись в сторону от огня и взяв сосуд со смесью в ладони, он произносит Имя твое Ама, ибо все это в тебе Ведь он старейший, наилучший царь-влады, когда приведет он меня к состоянию старейшего, наилучшего, к царству, к владычеству. Затем он произносит по частям эти речи, очищает рот. Бог Савитара, говорит, он и очищает рот. Мы желаем пищу, говорит, он и очищает рот. А лучшую всеподкрепляющую, говорит, он и очищает рот. Мы размышляем о силе Пхаги, говорит, он и выпивает все, очистив сосуд или чашу. Он садится позади огня, на кожу или на голую землю, сдерживая речь и сосредоточившись в себе. Если он увидит во сне женщину, то пусть знает, что его действие принесло плоды. Об этом такой стих, когда Шри при обрядах, совершаемых ради исполнения желания, жертвователь видит во сне женщину. То пусть знает, что исполнение предвещается этим сновидением, этим сновидением. Шветакету Арунея пришел в собрание Панчалов Правахана Джейвали, сказал ему, мальчик, обучил ли тебя отец? Да, почтенный. Правахана спросил, знаешь ли ты, куда идут отсюда люди? Нет, почтенный. Знаешь ли ты, как они снова возвращаются? Нет, почтенный. Знаешь ли ты, где разделяются два пути, ведущих к Багану и не ведущих к отцам? Нет, почтенный. Знаешь ли ты, почему никак не наполняется тот мир? Нет, почтенный. Знаешь ли ты, как при пятом подношении воды обретают дар человеческой речи? Нет, почтенный. Как же ты сказал, что обучен? Как может тот, кто не знает этого, сказать, что он обучен и опечаленный? Он пришел к отцу и обратился к нему. Почтенный, ведь поистине ты сказал мне, я обучил тебя, но так и не обучил. Царский родич задал мне пять вопросов, и вот я не мог ответить ни на один из них. Тот сказал, я не знаю ответа ни на один из этих вопросов. Как ты мне их передал? Если бы я знал их, то неужели не сказал бы тебе? И Гаутама пошел к царю. Когда он пришел, тот оказал ему почет, и на утро он приблизился к цару, идущему в собрание. Тот сказал ему, почтенный Гаутама, выбери себе в дар, что хочешь из мирского достояния. Он сказал, мирское достояние, о царь, пусть остается у тебя. Поведай мне те слова, которые ты произнес перед мальчиком. Тот пришел в замешательство и повелел ему, оставайся здесь подольше. И после этого царь обратился к нему, что до твоих слов ко мне, Гаутама, то до тебя знание это никогда не переходило к брахманам. Поэтому во всех мирах это учение принадлежит лишь к шатре. И затем царь сказал ему, поистине Гаутама, тот небесный мир, это жертвенный огонь, солнце, его топливо, лучи, дым, день, пламя, луна, угли, звезды, искры. На этом огне боги совершают подношение веры. Из этого подношения возникает царь Сома. Поистине Гаутама, парджанья, это огонь, ветер, его топливо, облака, дым, молния, пламя, перуны, угли, град, искры. На этом огне боги совершают подношение царя Сомы. Из этого подношения возникает дождь. Поистине Гаутама, земля, это огонь, год, его топливо, пространство, дым, ночь, пламя, страны света, угли, промежуточные стороны, искры. На этом огне боги совершают подношение дождя, из этого подношения возникает пища. Поистине у Гаутама человек это огонь, речь его топливо, дыхание дым, язык пламя, глаз угли, ухо искры. На этом огне боги совершают подношение пищи, из этого подношения возникает семя. Поистине у Гаутама женщина это огонь, лона его топливо, пробуждение дым, детородные части пламя, введение внутрь угли, наслаждение искры. На этом огне боги совершают подношение семени, из этого подношения возникает зародыш. Так при пятом подношении воды обретают дар человеческой речи. Этот зародыш, покрытый внутренней оболочкой, пролежав внутри 10 или 9 месяцев, или около того, затем и рождается. Рожденный он живет, пока длится его жизнь, отошедшего в предназначенный ему мир. Его несут отсюда к огню, из которого он и вышел, из которого он возник. Те, которые знают это и которые в лесу чтут веру и подвижничество, идут в свет, из света в день, из дня в светлую половину месяца, из светлой половины месяца, в шесть месяцев, когда солнце движется к северу, из этих месяцев в год, из года в солнце, из солнца в луну, из луны в молнию, там находится порушение человеческой природы. Он ведет их к браху, это путь ведущий к богам. Те же, которые, живя домохозяевами в деревне, чтут жертвоприношение, благопритворительность, подаяние, идут в дым, из дыма в ночь, из ночи в другую темную половину месяца, из другой половины месяца, в шесть месяцев, когда солнце движется к югу, но они не достигают года. Из этих месяцев они идут в мир предков, из мира предков в пространство, из пространства в луну, эго царь Сома, он пища богов, он вкушает боги. Пробыв там, пока не иссякнут плоды их добрых деяний, они снова возвращаются тем же путем, каким пришли в пространство, из пространства ветер, став ветром, они становятся дымом, став дымом, становится туманом, став туманом, становится облаком, став облаком, они проливаются дождем, затем они рождаются здесь, как рис, ячмень, растения, деревья, сезам и бобы. Поистине труден выход из этого состояния, ибо каждый из них становится подобным лишь тому, кто поедает пищу, кто изливает семя. Те, кто отличаются здесь благим поведением, быстро достигнут благого лона, лона Брахмана или лона Кшатрия или лона Ващи, а те же, кто отличаются здесь дурным поведением, быстро достигнут дурного лона, лона собаки или лона свиньи или лона Чандалы. И ни по одному из этих путей не идут те маленькие существа, постоянно возвращающиеся в прежнее состояние, о которых сказано, рождайтесь, умирайте, это третье состояние, поэтому тот мир никак не наполняется, пусть же остерегаются его, об этом такой стих. Ворующий золото и пьющий вино, оскверняющие ложи учителя и убийцы Брахмана, эти четверо падают, пятый, кто присоединится к ним. Но кто знает эти пять огней, тот, даже присоединяясь к ним, не скверняется злом, непорочным, чистым, обладателем лучшего мира, бывает тот, кто знает это, кто знает это.